В эфире новости дня. В студии Артём Гарнов. Здравствуйте. Корреспонденты ОРТ готовы рассказать о самых заметных событиях города и области. И вначале коротко некоторые темы выпуска. Ведение боя в городских условиях. На Тотском полигоне прошли учения. Военнослужащие готовятся к отправке в зону специальной военной операции. В Оренбурже из-за птичьего гриппа проверили 12 предприятий. Продукцию башкирского предприятия, где нашли вирус торговой точки, вернули производителю. Им сверху видно всё. Квадрокоптеры на трассах области фиксируют нарушения правил дорожного движения. Аграрии региона приступили к севозимых. Каким хозяйством стоит поторопиться, чтобы использовать оптимальные условия? Место притяжения селян всех возрастов. В тупиковке Бузулукского района после пожара восстанавливают Дом культуры. Сборная России победила в играх стран СНГ. Свой вклад в общий успех внесли оренбургские спортсмены. Военнослужащие мотострелкового соединения Центрального военного округа отработали ведение боя в городских условиях. Солдаты и офицеры готовятся к отправке в зону специальной военной операции. Практические действия прошли на Тотском полигоне. По замыслу противник занял оборону в разрушенных зданиях. Для блокирования захваченных сооружений и уничтожения боевиков вышла штурмовая группа под прикрытием бронетранспортера БТР-82А. Сосредоточенным огнем из автоматов АК-74, пулеметов, печенек, гранатометов РПГ-7В, мотострелковое подразделение уничтожило условного противника, зачистив здание. При ведении учебного боя личный состав отработал элементы тактической стрельбы, используя для укрытия стены, сооружений, колодца и окопы. Боевая подготовка. Мы как бы не к дяди едем. Мы не к дяди на пирожки едем, а мы едем защищать Родину, помочь нашим парням, одержать победу. В практических действиях приняли участие более ста военнослужащих. Было задействовано около 10 единиц военной и специальной техники. Оремурская область продолжает оказывать шефскую помощь в Перевальскому району Луганской Народной Республики. С начала этого года проведены работы на 11 объектах образования и культуры. Серьезное внимание уделяется подготовке к отопительному сезону. Специалисты установили три котельных на газе и твердом топливе. Заменили котельное оборудование на 8 объектах. Это школы, библиотеки, музеи и дома культуры. Силами оренбуржцев в Перевальске построена котельная на 1000 ватт для отопления многоквартирного дома. Работы на объектах образования планируется завершить до конца августа. Дети поселка Городище Перевальского района ЛНР получили игрушки, собранные в Оренбурге в рамках благотворительной акции «Подари игрушку, получи улыбку». Совет женщин Оренбургского района передал 25 коробок с игрушками и развивающими играми местному центру комплексной поддержки. Мы продолжаем сбор гуманитарной помощи по грузке идем. Это передали наши друзья, Совет женщин Оренбургской области и в том числе Совет женщин Оренбургского района для школ и детских садов Перевальского района. Работа продолжается. Спасибо. Победа будет за нами. Волонтеры центра комплексной поддержки доставили этот груз в Луганскую Народную Республику. И теперь подарки из Оренбургского района обрели хозяев. Юные жители поселка Городище Перевальского района передали слова благодарности всем участникам доброй акции «Подари игрушку, получи улыбку». В настоящее время Советы женщин-муниципалитетов Оренбургского района продолжают благотворительный сбор портфелей канцелярских принадлежностей для школьников Перевальского района в рамках акции «Соберем ребенка в школу». Собранные школьные принадлежности к началу учебного года отправят адресатам в Луганскую Народную Республику. К другим темам. Автоинспекторам сверху видно все. Над Оренбургскими автотрассами барражируют квадрокоптеры и ведут видеосъемку нарушений правил дорожного движения. На Солилецком направлении вместе с экипажами ДПС побывал Александр Криволапов и Семен Воробьев. О том, что за узкой двухполосной и загруженной Солилецкой трассой автоинспекторы могут наблюдать и сверху, предупреждают вот этот электронный стенд. Однако автомобилисты порой нарушают правила дорожного движения, торопятся, совершают обгон там, где он запрещен. А ведь выезд на встречную полосу на большой скорости зачастую приводит к самым страшным авариям с летальным исходом. Дорожный транспроисшествий связан с вызовом на полосу встречного движения как раз имеют те цифры, которые не очень хорошие, скажем так. Почти четвертая часть всех погибших приходится на такие ДТП. Поэтому в целях их профилактики вот эти вот приборы и применяются. Основная их цель это наблюдение, фиксация, контроль за дорожными движениями, как раз передача той информации, которая попадает на его камеры ближайшему наряду дорожного патрульного службы. В связи с курортным сезоном и возросшим потоком грузовиков загруженность трассы увеличилась в два с половиной раза. Бывает так, что тихоходный грузовик собирает за собой вереницу легковых автомобилей. Люди едут на соленые озера со всей страны, проделав путь в тысячи километров. У некоторых сдают нервы, а нарушения фиксируют так называемые птички. Также мы используем эти летательные аппараты для того, чтобы также предупредить опасное поведение участников дорожного движения. Например, условно представляем, колонна идет, впереди грузовая машина, а сзади накапливается значительное количество легковых. Для того, чтобы безопасно пропустить эту колонну транспортных средств, мы притормаживаем передний автомобиль грузовой на некоторое время, чтобы вся колонна ушла и безопасно двигалась дальше по маршруту. Автоинспекторы настраивают аппаратуры, поднимают квадрокоптер в небо. Управляя им, инспектор хорошо видит всю дорогу. Нарушения фиксирует видеокамеры. Инспектор разогружает снятый кадр в планшет. Теперь это доказательство по административному делу. Чуть подальше на Сулецкой трассе работает второй экипаж ГИБДД, который по рации получает информацию о нарушителях и уже здесь оформляет протокол. Ждать нарушителей долго не пришлось. То есть дама на черной иномарке не выдержала и обогнала тихоходную грузовую «Газель», выехав за сплошную разделительную полосу. Торопливая автоледи встречает вежливый инспектор и приглашает оформить протокол за выезд на встречную полосу. Для вас неожиданно было, чтобы подрокоптер следить? Нет, неожиданно. Увизор смотрю. За выезд на встречную полосу в зоне действия знака «Обгон запрещен» предусмотрено в лучшем случае штраф 5000 рублей, а в худшем – до полугода лишения водительских прав. В рядах областного ГИБДД – два квадрокоптера. Экипажи беспилотников дежурят на федеральных, региональных и местных трассах. Приоритет отдается наиболее аварийным участкам. Александр Криволапов, Семен Воробьев, Дмитрий Картус. Новости дня. Еще к дорожной теме. С 16 августа временно прекращено движение большегрузов на подъезде к селу Аксакова в Бугурусланском районе. В настоящее время на дороге к селу от трассы Бугульма-Бугуруслан-Бузулокуральск идет ремонт по нацпроекту безопасной и качественной дороги. Общая готовность объекта составляет более 30%. Движение автомобилей массой более 3,5 тонн будет прекращено на всем участке ремонта. Ограничение продлится ориентировочно до 15 ноября. На местности установлены соответствующие дорожные знаки. В Оренбурге на птичий гриб проверили 12 крупных и средних птицеводческих предприятий. В регионе вирус не зафиксирован. Проверка связана со вспышкой на птицефабрике в Республике Башкортостан. Продукция предприятия поступала в магазин Аримурской области. На данный момент весь товар снят с продажи. Чем грозит птичий гриб человеку и как уберечь от него домашнее поголовье, рассказали в региональном Россельхознадзоре. Потенциально опасная продукция, выведенная из оборота в нашем регионе. Часть утилизирована, а часть отправлена на исследование. Россельхознадзор региона на постоянной основе проводит профилактические визиты и выезда обследования птицеводческих предприятий, которые занимаются содержанием и разведением сельскохозяйственной птицы. По словам экспертов, и для крупных птиц и фабрик, и для личных подсобных хозяйств, главное – заранее позаботиться о безопасности птиц, ведь от вируса погибает все поголовье. Соблюдение ветправил с целью недопущения заноса вируса, но это в основном направлено на биозащищенность предприятия. Это наличие дисбарьера, безвыгульное содержание, борьба с синотропной птицей и, соответственно, корма, чтобы подвергались термической обработке. Известно, что всех кур на птицефабрике в Уфинском районе Башкирии уничтожат. Проводится анализ заболеваемости гриппом, ОРВИ, бронхитами, внебольничными пневмониями среди населения, в том числе работников птицефабрики. На данный момент в России зафиксировано 69 вспышек птичьего гриппа. Четыре из них на особо крупных предприятиях в Башкортостане, Республике Морел, Вологодске и Ярославской областях. С начала года на территории Аримурской области взято почти 1200 проб на вирус. Ни одна из них не подтвердила наличие болезни у птиц. Последний раз в регионе инфекция вспыхила в 2021 году. Сейчас ненадолго прервемся. И вот, что вы увидите далее в программе. Аграрии региона приступили к севозимых. Каким хозяйством стоит поторопиться, чтобы использовать оптимальные условия? Место притяжения селян всех возрастов. В тупиковке Бузулукского района после пожара восстанавливают Дом культуры. Сборная России победила в играх стран СНГ. Свой вклад в общий успех внесли оренбургские спортсмены. Это новости дня. Мы продолжаем. Банки не стали резко повышать ставки вкладов вслед за Центробанком. Экономисты анализируют ситуацию. После внепланового повышения ключевой ставки Центробанком с 8,5% до 12%, финансовые организации пока не торопятся поднимать доходность вкладов на сопоставимую величину. Такая же ситуация может сложиться и в сегменте кредитов и ипотеки, считают аналитики. Банки занимают выжидательную позицию и не меняют условия по продуктам. Пока ставка по некоторым вкладам увеличилась на 1,3% пункта, в зависимости от условий продукта и срока размещения, участникам рынка необходима пауза, чтобы спрогнозировать дальнейшую траекторию ключевой ставки. Ставки привлечения скорректируются, но не так резко, как ключевая, отмечают ведущие эксперты банковской рейтинговой службы. Что касается ставок по кредитам, то крупные банки подетально не раскрывают планов по изменению условий по потреб кредитам и ипотеке. И теперь информация для тех, кто следит за ситуацией на валютном рынке. Актуальные данные Центробанка на вашем экране. Оренбургские аграрии приступили к севу озимых культур. Для этого в регионе наступили оптимальные агротехнические сроки. Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона. В Оренбурге одновременно идут посевная и уборка урожая. Парк техники, запасы семян и удобрений, ГСМ. Всего достаточно для нормального хода компаний. Очень важно провести сев качественно и своевременно. О том, что нужно не затягивать работы в полях и начинать сев, говорили на совещании в Сорочинском городском округе. Министр сельского хозяйства Сергей Балыкин еще раз напомнил главам муниципалитетов, в какие сроки работа должна быть завершена. По сути, сейчас идет задел на будущий урожай. Коллеги, наши оптимальные сроки севы – это 10-15 августа и край 15, максимум 20 сентября. В лидерах – Курманаевские и Грачевские районы. Опасения вызывают те территории, где поля обработаны лишь наполовину. Губернатор обращается к главе Красногвардейского района. Там низкие показатели. Если у вас не обработано или обработано всего 40%, вы когда успеваете? Сегодня число-то помните какое-то, нет? Вам же к этому надо уже, по сути, приступать к севу. А у вас 40% еще готово. А потом скажите опять, поздно посеете. У вас опять, соответственно, не дай бог, приморозит, опять будет 50% потерь. И все. И второй круг. Для посева озимых под урожай 2024 года хозяйствами региона засыпано 137 тысяч тонн семян озимых культур. Это 85% от плана. Сейчас зерно нужно довести до кондиции, говорит профильный министр. Сдать на анализы и провести химическую обработку. Опасение вызывает доля семян массовой репродукции озимых культур. По области она составляет свыше 20%. А некоторые территории подошли к критическому показателю. Сельхоз, товаропроизводитель Тотского района, необходимо провести сортосмену, сортообновление. У вас 47% массовой репродукции, это очень много. Вот для сравнения. Не просто много, это критически много. 21 по области, значит, а здесь вот 47, конечно, с этим надо работать. Тем более есть, где взять семена. Репродукция семян влияет на урожайность озимых. И к этому вопросу нужно подойти со всей ответственностью, говорят специалисты. Там, где соблюдаются все условия, работают с минеральными удобрениями, проводят положенные работы качественно и в срок, получают урожайность 50 сантиметров с гектара и выше. На сегодня в Оренбурге создано 43 семеноводческих хозяйства, которые проводят семеноводческую работу, занимаются оригинальным и элитным семеноводством по широкому набору полевых культур. В том числе озимы, яровой пшеницы, ржи, ячменя, нута, сои и проса. Наталья Мороз, Виктор Горшенев. Новости дня. Олени в Оренбургских степях. В Сорочинском городском округе вот уже шестой год живут алтайские моралы. Предприниматели разводят животных. Сейчас на его ферме их уже около тысячи. Как переживает оренбургский климат олени, узнала наша съемочная группа Наталья Мороз и Виктор Горшенев. Олени очень пугливы. Испугать их может любой посторонний шум. Поэтому люди избегают, в случае чего сразу разбегаются, издавая при этом характерный звук. Минимальное расстояние, с которым можно рассмотреть этих животных – 25-30 метров. Объектив видеокамеры позволяет поймать всю благородную красоту этих животных. Человеческий глаз вряд ли сможет разглядеть моралов в деталях с такого расстояния. Весь масштаб можно увидеть с высоты птичьего полета. Шум нашего квадрокоптера пугает. Стадо пускается в бега. Разведением оленей мы занимаемся с 2017 года. С республики Алтай мы завезли порядка 100 голов. Из них было большинство маточные, конечно, по голове. И завезли элитный молодняк – это уже рогачи, производители. И старшее поколение – уже, так сказать, серьезные производители. И потихонечку начали, каждый год докупали, докупали, докупали по возможности финансовой. И так к этому пришли. Морал – олень горного Алтай. Именно из этого края в Сорочинский городской округ их были завезены животные 6 лет назад. Степной климат для них – настоящее испытание. Стараются компенсировать кормом и лакомством. Любят олени морковь и свеклу. Овощи стараются давать им раз в неделю. Здесь занимаются производством пантовой продукции. Срезают панты, то есть рога, которые еще не костенели. Ну а после продают их в Китай, Корею и Сингапур. Каждый год, в период с начала, в конце мая, в протяжении месяца мы начинаем срезку. Срезку пантов. Пант – это еще не окостенелый рог, который имеет в себе определенные питательные свойства, влияющие на суставы организма, ну и потенцию мужскую, вот, по которой идет все это в медицину. Ну, средняя цена, знаете, она разная. Ну, если взять за среднее число, ну, где-то около 250 долларов за килограмм. В планах предпринимателя – расширить стадо, закупить еще моралов, увеличить пастбище. А в мечтах из целебных рогов оленей наладить уже в регионе производство БАДов, настоек и косметики. Наталья Мороз, Виктор Горшенев, Новости дня. В Доме культуры села Тупиковка в Бузулукском районе идут восстановительные ремонтные работы. После пожара, который произошел летом 2021 года, потребовался не просто капитальный ремонт, а практически восстановление с нуля. Два года назад в Тупиковке пожар практически уничтожил сельский дом культуры. Здесь активно отдыхала молодежь на дискотеках, дети посещали творческие кружки. Но огонь не пощадил ни здания, ни имущества. И вот сегодня завершается восстановление фундамента – стен и кровли. Строители установили пластиковые окна, на финишной прямой – внешняя отделка. Рабочие завершают заливку отмостки по всему периметру здания. Мы уже видим, здание у нас готово снаружи. Уже радует. И скоро будет радовать внутри. По объему он будет чуть меньше старого – 350 квадратных метров. Я изначально доволен. Начиная с фундамента. Когда вот начали копать метр, я думал, такой фундамент маленький будет. Потом приехали, забили сваи. Так часто и так много. Поэтому здание здесь устояло, наверное, и трехэтажное. Качеством я доволен, потому что здесь ребята и организация уделяют большое внимание. Все под контролем. Строители утверждают – все делают на совесть. Средства на восстановление выделила администрация Бузулукского района и частная компания, которая работает на территории сельсовета. Часть денег добавили из сельского бюджета. Здание ремонтируют в соответствии со всеми современными требованиями. Здесь компактно разместится зрительный зал на 100 мест. Библиотека, кабинеты сотрудников, костюмерная, санузел и подсобные помещения. Когда сгорел клуб, это была такая большая трагедия в нашем селе от мала до велика. Сейчас сельские дети с нетерпением ждут открытия Дома культуры после реконструкции. Для них здесь всегда были занятия по душе. Очень скучает. Они не дождутся, когда откроется новый клуб. Начнутся опять работать наши кружки, мероприятия, что мы будем ездить с ними по фестивалям. И также это взрослые ждут, потому что им негде собраться, попеть. Здесь и молодежь тоже, даже дискотеки, им некуда сходить. Впереди еще много работы. Необходимо провести все инженерные коммуникации и электропроводку, внутреннюю отделку, а также обустроить территорию вокруг. Но уже сейчас понятно, что и после реконструкции здание снова станет центром притяжения, к которому будут относиться с такой же любовью, как и к прежнему. В Оренбурге на военно-спортивную игру «Зарница по Волжье» приедут участники из новых регионов России. На оплату проезда ребят из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей будут выделены средства из регионального бюджета. Такое решение принято на соседании правительства Оренбургской области. Губернатор Денис Паслер отмечает, важно интегрировать молодежь в новых регионах в отечественную систему военно-патриотического воспитания. «Зарница по Волжье» проводится в Оренбурге с 2013 года и теперь имеет статус окружного проекта. Финал военно-спортивной игры пройдет с 11 по 16 сентября при поддержке полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. О спорте. В Беларуси завершились вторые игры страны СНГ, которые убедительно выиграла сборная России. Свой вклад в общий успех внесли и оренбургские спортсмены. Первый такой форум два года назад принимала Казань. Сейчас 10 белорусских городов предоставили свои арены для соревнований по 20 видам спорта, в которых приняли участие более 2000 атлетов из 22 стран. В общей сложности было разыграно 245 комплектов медалей. Выступали как взрослые профессионалы, так и перспективные юниоры и резервы национальных команд. Для участников игр были установлены безвизовый въезд в Беларусь, бесплатный проезд в общественном транспорте и другие льготы. По итогам 10 соревновательных дней медальный зачет с большим отрывом выиграли россияне. Свою лепту в общий триумф унесли наши землячки, причем все выступали в различных видах единоборств. Бузулугская самбистка Жанара Кусанова стала сильнейшей в супертяжелой весовой категории. Оренбургская дзюдоистка Надежда Мишенькина добыла золото в командном турнире и бронзу в личном. И в женской борьбе Венера Нафикова продолжила традиции Пономаревской школы, став бронзовым призером игр. Всего россияне завоевали 288 наград, из которых 149 – высшие пробы. В три раза больше, чем у занявших второе место хозяев соревнований. На третьей срочке общего зачета Узбекистан. Следующие игры СНГ пройдут через два года в Азербайджане. Анатолий Юденич, Егор Катаев, Новости дня. На этом все. Напоминаю, еще больше информации на нашем сайте орттв.ру, а также присоединяйтесь к группам телеканалов в социальных сетях. Если вы столкнулись с проблемой, которую не можете решить самостоятельно, или ваша ситуация требует огласки, пишите и звоните нам в редакцию по номеру телефона 8-987-852-6011. Ну а я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин